Продолжение следует... Я для себя тоже, да, там, уже заранее понимаю, что будет ГЗТ. Да, именно так. Они не только от химии начинают отказываться, они отказываются, начинают еще раз тренировать, поддерживать, помогут, чтобы на собственном, если стороне меньше восьмерки. Привет, друзья, мы все тут же, мы все те же. Алексей Киреев, доктор Любер, я Руслан Харецкий. И второй вопрос. Алексей, я хочу спросить твое мнение про ГЗТ. Вот такие в целом, да, мы понимаем, что могут быть, конечно же, показания медицинские. Бывает, людям за границей часто назначают даже для повышения общего статуса жизни, при борьбе с ожирением и так далее. А многие вот именно для того, чтобы жилось полегче и получше. Вот именно про эту часть ГЗТ хочу спросить мнение. Вот я как раз и живу на такой части ГЗТ уже много-много лет. То есть, изначально у меня было чередование в Курш-Мост. Ну, Мост, это, соответственно, есть ГЗТ, то есть дозировки физиологичные. Последние пару лет я уехал чисто в ГЗТ, просто для качества жизни. Очень хорошо все. Подбирались дозировки физиологические, так скажем, правда? Исходя из личных анализов и подбора дозировки, чтобы был уровень определенный, вот так подбирались? Не просто, типа, 250 недель, вот многие. Нет, ну не в неделю, тут смотришь ситуацию ГЗТ. Во-первых, мне вот с верхней границы референса, вот эти вот, там, 20-30, мне еще немножко маловато. Я старый, чтобы у меня было где-то 40, 45, 50. Потом и тренируешься. Ну, тренируешься, свои заморочки просто, ну, маловато и все. Когда ты много лет сидел на Курш-Мост, достаточно мощно, степенью, ну, то, что ты была великой. То есть, там, на грамоте с той стороны в день это тоже проходилось. В день? Конечно. Ну, начало нулевых, полборусом. Эти многие болели. Не все выжили. Если будет очень много пальцев вверх, специально к Алексею приеду и вот мы спросим про самую, про всю жесть, которая была, Алексей, ты, мы с нами поделимся. Жеста была столько, что... Волосы, думал, что там вот, 16 таблеток кленов в день. Тихий ужас. Но, слава богу, все закончилось сейчас. Пришли все-таки к чему-то рациональному. Вот. И после вот таких экспериментов, свою гормоналку, конечно, вот, в среднефизиологичном уровне он тебе не очень помогает жить. То есть, на 30-25, ничего нечего, что-то. То есть, чуточку побольше. Вот. А в остальном, ну, мне трешь ты, густоту-то вырешь. Ну, собственно, все лепит на это вот. Вот у тебя какой сейчас уровень по крови гематокритик? Гематокритик я сливался буквально неделю назад. У меня в диапазоне 48-50-ые вот шатают как. В 50-м подходах я сливался. Даже не каждый месяц, это раз в несколько месяцев. А то, что считается нагрузкой на спинной мост дополнительная, как ты к этому относишься? Жить, жить вообще вредно. Жить вредно. Нет, ну, понимаешь, как, в жизни ничего бесплатного не было. У меня есть такая левейская методика. Выколил сигарю, вкусил апельсинечку. Все в кашу. И поднял себе на пакет. Понял. А, есть ли не секрет? Вот твои 45-50, какая дозировка позволяет поддерживать? Ну, где-то 40-50. Опять же, у меня, я не знаю, туда рассасывается плохо. Не знаю. По идее, должно быть меньше, но у меня получается около 400-50. Да, я тоже, потому что замечал, что у ребят многих на 400-х. Но, опять же, у них другой возраст, другой стаж, возможно, и из-за этого у них часто 100+. Второй момент. Вот эта ГЗТ, я общался довольно много с не нашими врачами, она не обязательно может быть на тискостероне. Она может идти и на производных ДГТ. Есть, конечно, оригинальный вариант на низких дозировках альбаллона. То есть, препарат альбаллона, а чтобы побочек не было, просто дозировка, там, 50 км через день, вот это вполне может быть как бы звук. То есть, минусов альбаллона нет, альбаллона есть, и какие-то бонусы для лошадей. Ну, я даже слышал, я не очень знаком с женской фармакологией, спортивное применение, но от коллег, там, и ряда спортсменов, слышал о том, что девушкам маленькие дозировки таланбаллона рассматриваются на подготовке. Такая, знаешь, неприличная, ну, не маленькая дозировка, неприличная не стоит, чтобы девушки не делали таланбаллон. Дело у меня хорошее знакомое, жена поварщая, там, с ним быда случилась, она выступала вообще спортсмером. Ну, как-то я заносил там деньги ему, чтобы продавал тюрьму. Выходят, в холоде трясётся вся. Либо холодная. Я говорю, ты что, в ванне холодной сижу? Зачем? Я говорю, вот у кого тримбалон, и хочется дикнуть, только ванны отпускают. Как вылезают, так всё. Понятно. Поэтому доза тримбалона для девушек я бы поострюлся. Либо перед этим как-то себя всё-таки провёл на соответствии с возросшим запросом дома. Вы вообще девочкам? Точно не всем надо. Обязательно не всем, но никто не вправе отнять. Возможно, с человеком сходить с шума. Никому при этом не вредя. Не вредя окружающим, да? Ну, подходит. Скажи, я для себя тоже уже заранее понимаю, что будет КЗТ, оно будет длительным. Вообще без вариантов. И хочется вот, скажем, до конца, до упора, до гвоздя. Такое же решение, да? Конечно. И насколько я замечал по истории почти всех спортсменов, все проблемы со здоровьем начинаются у спортсменов профессиональных, когда они вдруг вспоминают, что возможно химия это вредно. И в определённом возрасте от неё отказываются. И начинает цепляться у них организм, который привык к поддержке. Да. Именно так. Они не только от химии начинают отказываться, они отказываются, начинают ещё раз тренировать. И получается полная жесть, потому что организм настроился на нагрузки определённого осветственного сустава. Плюс дополнительная фармакологическая подпитка. Если это разом обрывается, то человек превращается по одному в кусок дерния. Многократно это видел, никогда не мог этого понять. Хотя вот выступающие спортсмены, многие как же, занимаются, занимаются, боишься выступать, тут же боишься тренироваться. Моментально. Потому что, видимо, не понимают, каким проблемам глобальных создавать, в проспективе приведёт. Будет всё болеть. Чувства вообще-то мышцы. И сердце. И сердце. Очень быстро закончится. А потом скажут, что это от спорта, а это от его отсутствия. Любой толковый доктор скажет, что если вы с детства даёте себе нагрузки, вы обречены на них до конца жизни. А вы держите эти нагрузки на собственном тестостероне меньше восьмёрки? Удовольствует так себе. Не представляется возможным. Я подсказал это честно. И приведёт стресс в виде физнагрузки к дополнительным негативным факторам. Тем более с годами эта восьмёрочка тоже тон-тон-тон-тон. Если она была, эта восьмёрочка ещё? Да, если она ещё была после отказа от стероидов, никакие ПКТ, в принципе, если наши курсы были многолетние, и с мощными дозировками, они на пятницу идут. Это не обязательно. Но опять же, мы никого не агитируем. Мы не агитируем. Мы лишь делимся своим мнением, опытом своим и опытом наших товарищей. Я ещё и такой момент добавлю. Вот когда в начале, там, в конце двенадцатых, в начале на любви информации было мало, как-то всё это так было в новом и сакральном знании, то сейчас, слава Богу, в эту индустрию пришли профессиональные врачи, эндокринологи, которые, чё ты понимаешь, в нюансах все аспекты газеты, которые можно отдать, если на консультацию, то есть не будет жалко, вот как вам курс, конечно, бумажки написали. В интернете. Но всё, я спишу, покажу, и будет вам счастье. Берегите себя, не вставайте на тёмную сторону силы, а если уж приняли решение, делайте это максимально с умом и знайте, что у всего есть своя цена. Фотообол выход 2. Да. Пришли ногами вперёд, а выйти можно наоборот, друзья мои. Где-то, может, мы говорим грубовато и прямо, но можем себе это позволить. И поверьте, это огромное счастье жить так, что ты можешь говорить, что думаешь, поступать в соответствии со своей душевной конституцией, со своей совестью и всегда отдать ответ за свои слова и действия, главной перед собой и перед всеми близкими. Вот. Чего и вам желаем. Спасибо. Спасибо.